Морочно, как в подземелье, детская игровая в популярном ТРЦ выглядит совсем не детской. Игровая не работает четвертый месяц. Из гостей лишь руководство до журналисты. Непонятно пока, когда планируется открытие, на какой месяц. Даже месяц неизвестен. Конкретики никакой, ущерб реальный, негодуют предприниматели. Недополучная выручка из-за вынужденного простоя исчисляется сотнями тысяч рублей. Меры безопасности здесь готовы соблюдать, да только бы знать как. И даже как-то представить не можешь, как запускать по одному ребенку, потом все дезинфицировать, следующего запускать. Это безумно невыгодно. Простаивают и фудкорты, и из десяти кафе работают лишь три. То на вынос. Выручек практически нет, зарплата маленькая, очень все плохо. Клиентов стало гораздо меньше. Работается, ну вот, ужасно, честно. Люди ходят вот здесь вот по углам, кушают и учатся, туда никто не заходит. Но вообще смотреть на это все ужасно. Четвертый этаж закрыт. Выполнять обязательства перед торговым центром, платить аренду, бизнесмены не могут. ТРЦ теряет 70% дохода. На сегодняшний день наша доходная часть, она составляет, ну где-то, наверное, порядка 30, может быть иногда 35% от того, что мы имели до кризисного периода. При этом наши обязательства, связанные с выплатой зарплаты, с оплатой коммунальных услуг, с выплатой каким-то нашим там подрядчикам и контрагентам, они никуда не делись. Руководство понимает, что фудкорты откроют в самую последнюю очередь, но хотят скорее приблизить дату открытия. В противном случае многие бизнесмены пойдут ко дну. Я боюсь, что это может привести к очень существенному переделу рынка. Уйдут многие компании. Уйдут компании, с одной стороны, небольшие, местные, которые просто финансово не смогут обеспечить продолжение работы. С другой стороны, существует риск ухода крупных сетевых компаний просто из города. А ведь они могли бы спокойно работать. Угроза здоровья там не больше, чем в том же общественном транспорте или магазине, отмечают в региональном союзе предпринимателей. Поэтому мы в очередной раз будем обращаться и просить Виктора Петровича разрешить этим видом деятельности, этим предпринимателям работать. Иначе ситуация, она такая, по сути дела, критическая сегодня. Если в ближайшее время фитнес, детские комнаты, общепит не возобновит работу, то 10% игроков просто уйдет с рынка, а пока им предлагают антикризисные займы. Сейчас предприниматель имеет возможность прокредитоваться у нас по ставке 3% годовых. Именно вот на какие-то неотложные нужды, связанные с пополнением оборотных средств, с выплатой зарплаты, с какими-то проплатами каких-то текущих счетов. Размер займа 2 миллиона рублей, но доступен он лишь тем предпринимателям, у которых в штате не больше 100 сотрудников. Кстати, бизнесменов, нуждающихся в финансовой поддержке, стало на 40% больше, отмечают в фонде. Но поможет ли это сохранить бизнес в будущем – большой вопрос, ведь деньги тоже нужно отдавать. И предприниматели предпочли бы не копить долги, а просто работать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.